всем привет продолжаем эпопею с техобслуживанием hyundai x55 он же veracruz бензинка на автомате сегодня дошла очередь до а кпп до смены масла в коробке пробег небольшой 40 тысяч но по годам уже как бы пять лет прошло пора бы поменяться так коробка на ней стоит айсин по классификации масел там с вами знаете какое-то хюндаевская идет по ттх но я нашел в интернете интересную схемку взаимозаменяемости масел сами понимаете асин это другая фирма это не hyundai hyundai автомат этот не делает зато он печатает этикетки для масел вроде как по таблице совместимости вот это масло которое заливаю но вполне сюда как раз тем более она еще и long life и синтетика но это отступление так едем дальше коробка осин и она оборудована таким вот такой вот сливной пробочкой он видите блестит не подводится трубочка а это значит что это не нормально уже коробка это не старые японские коробки здесь заливать масло приходится через сливную пробку там специальный такая штуцер удлинитель он служит для контроля уровня масла то есть открутил центральную часть если масло потекло на на прогретом моторе это значит сливается лишнее так скажем если не течет значит там не хватает масла вот то еще просто ему же не интересен так теперь приходится заливать через зад так скажем кто думает задом я уж говорить не буду кто они такие ну ладно нам приходится только заливать так мы не думаем так в общем как было дело сначала я все слил что слилось просто вот открутив пробку видеть там тазик стоит слилось три где-то чуть больше трех литров это херня по сравнению со всем маслом которые там есть эта фигня полная так на иксе стоит радиатора кпп вот его я почистил промыл снаружи имеется ввиду и защитил от пыли грязи чтобы перегревался ты к радиатору подводится шланги так шланги я разомкнул радиатор продукт чтобы выдать старое масло помимо этого еще у а икса есть вот такая штука капсула видите вот блестит один из выходов с капсулы в основном радиаторе стоит зашита алюминиевая капсула с двумя выходами то есть выход и вход туда заходит атф с коробки она плюхается сразу в капсулу там проходит по ней и уходит на основной радиатор атф и откуда уже идет саму коробку по шлангам видно интересная такая многоходовочка нам нужен будет вот этот шланг который идет с коробки на нижнюю капсулу вот он его видно хорошо него одеваем бутылочку и после того как я слил масло я залил туда столько же нового чтобы она замещала старые так потом завел 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 ненадолго вот эта бутылочка она наполняется вот уже предыдущие в итоге я набрал 5 литров сейчас я жду пока затечет следующая порция все вместе я взял 8 банок можно конечно менять масло просто вот эти три литра слил залил новые 3 литра покатался потом снова и снова и снова так но это будет постоянно старое масло смешиваться с новым и в общем концентрация будет сбиваться не очень хорошо таким способом вот сейчас как масло меняется замещением гораздо чище получится масло в итоге и меньше масло будет израсходовано вот главное здесь соблюдать баланс сколько слил столько же сразу и залил то есть я слил сначала три с половиной картера сразу же их залил потом я подставил бутылку полтора литра слил ну на заведенной машине сам насос туда накачивает бутылку и столько же сразу залил и так до тех пор до тех счастливых пор пока не появится свежее масло ну либо не кончится новое вот этот момент не проморгать потом все закрываем и на прогретой машине как я уже говорил выравниваем уровень вот по этой хитрой сливной пробки так по иксу надеюсь я хотя бы немножко вам координаты замены масла так очертил все номерки масел я там напишу под видео все-таки ставьте лайк не ленитесь хоть какая-то благодарность от вас не нужно всем спасибо всем пока